А в Ленинградской области завершился первый конкурс программы «Ленинградский гектар». По его итогам, лучшими были признаны проекты восьми жителей региона и двоих из Санкт-Петербурга. Своих владельцев нашли четыре участка в Ладойнопольском районе, три в Бокситогорском, два в Подпорожском и один в Сланцевском, на которые претендовали фермеры из Гатчины, Тосна и Санкт-Петербурга. Но достался он семье Павловских из города Сланце. Павловские узнали об этом участке из сюжета по телевидению и пришли к нам с целью поучаствовать в этой программе. У них сейчас существует острая потребность в земле. Животные вынуждены против воли хозяев искать места для выпаса в черте города. Это доставляет массу неудобств жителям. С этой проблемой знакома и администрация. И нашей основной целью была, цель наша была основная, это помочь данным людям в том, чтобы земельный участок они получили и уже на нем занимались развитием своего хозяйства. Сланцевский гектар, а точнее 10 гектаров, расположены в деревне Большие Поля. Это бывшие земли спецшколы, которые вернулись в собственность Ленинградской области в связи с тем, что был введен запрет на применение детского труда. Поэтому областной комитет по управлению государственным имуществом включил этот участок в перечень программы «Ленинградский гектар». Земля по условиям конкурса дается по договору аренды. Срок договора аренды составляет 5 лет. Он будет рассчитан, стоимость арендной платы будет рассчитана по ставке, установленной областным комитетом. В случае надлежащего использования данного земельного участка будет возможность дальнейшего выкупа его в собственность. Семья Павловских уже более 40 лет содержит в своем частном доме личное подсобное хозяйство. Супруги Константин и Анна фермерами не являются, но по условиям конкурса в течение 20 дней одному из них необходимо будет зарегистрироваться в качестве главы крестьянско-фермерского хозяйства. Сейчас у них 4 дойные коровы, 12 молодняка, 7 лошадей, 9 баранов и около 40 птиц – это куры и гуси. Мы вот это хозяйство в данный момент пока держим на 7-10 сотках, которые есть у нас в аренде у дома. Ну, под домом и под двор у нас 25 соток. Ну, конечно, с таким количеством животных на такой площади очень тяжело и нереально содержать скотину. Корма приходится покупать, скотину пасти и выпасать приходится в городской черте. Дополнительная земля поможет будущим фермерам не только решить эту проблему, но и дальше развивать свое хозяйство. Помимо молочного животноводства и птицеводства, семья планирует освоить новое для себя направление – мясное животноводство. Кроме земли, победители конкурса получат также до 3-х миллионов рублей подъемных и возможность пользоваться всеми аграрными субсидиями. Потратить деньги – условия очень лояльные, можно практически на все, что угодно, на различные направления. Это и приобрести сельхозтехнику, и построить помещение для содержания скота, и семенные материалы приобрести, минеральные удобрения. А также там можно 500 тысяч из этой суммы потратить на бытовое обустройство. Это может быть и строительство дома, либо части дома, приобретение оргтехники, потому что современные фермеры нуждаются в технике компьютерной для того, чтобы заполнять, сдавать отчеты. В рамках реализации программы «Ленинградский гектар» в Сланцевском районе планируется поставить на учет 2100 гектаров земли. Уже прошел конкурс для выбора организации, которая будет заниматься межевыми работами. Срок исполнения контракта – 20 декабря 2019 года. По результатам оформления именно эти участки войдут в перечень программы «Ленинградский гектар» и будут ждать своих владельцев.